ДИСКЛЕЙМЕР 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 ОТЕЦ ТРАКТОРИСТ, МАТЬ КРЕСТЬЯНКА Но детство у меня было очень хорошее Вы знаете, я бы никогда не променял бы никакое другое Я бы вернулся бы назад и еще бы жил бы несколько раз вот так вот Мы жили весело У нас деревня была спортивная Мы каждый день, даже после школы Мы занимались каким-то спортом Мы соревновались А выходные, суббота, воскресенье Это вообще с утра с восьми вечера И пока солнце не зайдет Это или футбол, это или волейбол Зимой это хоккей И вот это детство, оно шло Ну, очень прекрасно, очень хорошо И вы знаете, вот был один момент В моей жизни, когда Вот что-то такое произошло И вот этот момент, вот эта маленькая история Она занимает буквально две-три минутки Я вот хочу с вами поделиться Хотите ее послушать? Спасибо Спасибо Я ходил в школу в соседний поселок Это было три километра Третий класс, май месяц Ну, вы знаете, я человек с деревни Мальчик маленький Представьте меня маленьким мальчиком А вообще лучше всего будет, если вы представите себя Вот десятилетним Вспомните свое детство Вам 10 лет Третий, четвертый класс И вот я в своей жизни никогда не кушал мороженое О нем или рассказывали Или где-то видел в книгах Кто-то его кушал, рассказывал, что очень вкусное И вот однажды я иду со школы И вот в этом поселке, где я учился Приехал маленький ларек Где продавалось это мороженое Ну, не было у меня денег тогда Не было И я бегом С этой вот сумкой через плечо Три километра домой Чтоб найти эти копеечки И купить хотя бы попробовать вот это мороженое Что-то мне чувства разбирают Я нашел дома Но я нашел на две упаковки Тридцать копеек когда-то было Я зажал в руку и бегом назад Я оставил эту сумку Я бежал в этот поселок назад Назад эти три километра Я уже по дороге его кушал Я его уже облизывал И я прибегаю Стоит вот эта женщина в белом халате Разговаривает с какой-то Может быть с соседкой И я протягиваю руку Говорю, у меня два мороженых Она говорит, мальчик А мороженое уже кончилось Я говорю, не кончилось Посмотрите, вот там А на дне раньше в этих вот емкостях Оно уже было растаяло Я говорю, вот же оно, посмотрите Вот оно там есть еще Я хочу вас купить Она говорит, мальчик, надо было раньше прийти Волшебник в голубом вертолете И бесплатно покажет кино С днем рождения поздравить И, наверное, оставить мне в подарок Пятьсот из кино Ах, я играю на гармошке У прохожих на виду К сожалению, день рождения Только раз в году Я ожидал любые сюрпризы в этой жизни Но это для меня самый яркий какой-то У меня сердце скоро 220 будет, наверное Ваня А, Ванечка Я-то думала, ты меня не узнал А ты был такой маленький А денег у тебя не было А мороженое, как ты хотел Так ты же бежал 6 километров И обратно И ко мне А мороженое-то, Вань Все слезали А ты говоришь Да хоть Клавдия Хоть сладенькой водички дай От мороженого, от Алого А я всю жизнь живу и так переживаю Что мороженого тебе Я даже водички не дала Я вам прощаю Ванечка Я вам прощаю Ванечка Так вся деревня кипит Вижен ты твой До хата и любой дошел А ты-то, когда маленький был Вот эти выпученные глазки и слезки я запомнила А компания твоя Пришла в нашу деревню и говорит Клавдия, найдите Нашли И говорит, езжай в Москву К Ванечке И Гостинцев Ему Спасибо вам большое Отдай Спасибо вам большое Спасибо вам большое Помогите мне с этим мороженым Дорогие друзья Дорогие друзья Помогите мне с этим мороженым разделаться Да? Для меня это очень приятный Очень добрый Очень ласковый подарок Меня переполняют эмоции Я чуть себя сдерживаю А это кто? Жена Лена твоя? Это моя Елена Спасибо большое Спасибо вам большое Дорогие друзья Здоровья А мне тоже сейчас не достанется Мне тоже сейчас не достанется Угощайтесь, пожалуйста, мороженым Угощайтесь мороженым Пожалуйста Угощайтесь мороженым Пожалуйста Я хотел продолжить дальше Вот тот момент Я это всегда прекрасно помню Я никогда не забуду Вы думаете Я плакал Я не хочу кривить душой Да, мне были слезы Но я помню тот момент Когда я как-то так сказал Что вы знаете Иван, ты не переживай Когда ты вырастешь Ты будешь его кушать Столько, сколько ты его захочешь И ты купишь велосипед себе Купишь коньки И у тебя будет лучшая клюшка в деревне Я вот это себе говорил И в один прекрасный момент В восьмом классе В нашу деревню приехал человек Тренер по велоспорту И он набирал команду А у нас в поселке Наша школа была 1132 человека Нужно было 6 человек И я попал шестым в команду И в 15 лет я должен был уехать с деревни Для того, чтобы уехать Нужно было подписать письмо Заявление у мамы и папы Мама меня спокойно отпустила Со слезами А отец был в больнице Нужно было поехать в больницу Оказывается и отец тоже умел плакать Он тоже меня подписал И отпустил И мы жили в интернате Мы тренировались Я на четвертый год Выполнил мастера спорта По велоспорту Выступал за сборную Своей страны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому